Ребекка Только что Проснулась в своей Маленькой кроваточке Да, не такая она уж и маленькая Какая-то она для неё маленькая Как инкубатор какой-то Слушайте, давайте разбавим эту атмосферку Как-то Не нравится мне что-то Как-то всё стерильно что-ли Давайте какую-нибудь Миленькую игрушечку Ей туда положим Так, а что же мы положим? Какого-нибудь зайца? А тут есть непланетный какой-нибудь? Что-то как-то О! Так, робот-мишка Нафиг тебе робот-мишка, а? Ну всё, другие какие-то Они стрёмные немного Ой! Мишка-джин От меня мишка-джин гораздо больше привлекает Всё Так, по крайней мере, у неё Будет хотя бы немножко Получше И вообще она будет так Лучше себя чувствовать Я надеюсь, он там ей Ты, я надеюсь, ухом-то Ничего, ничего Ногою ничего, ухо её не задавил Так, пока наш Тайлер тут Занимается своими делами Но тебе не нужно этим заниматься Дружище Тебе нужно поговорить с Тиной Винтер Тиной Винтер Может, ты ей напишешь, а? Давай ты напиши, а? Серьёзно О, взломать комп Тиной Винтер Так А вот, видите, у нас призрак Походу Эмиль гулять собрался Эмиль Это ты? Эмиль Дружище Ты, наверное, просто гулять пошёл Я не знаю, конечно, зачем ты пошёл Надеюсь, потом это выясним Сейчас у нас есть более важные дела Пока наш Тайлер Вуд Будет взламывать компьютер Тины Я прослежу за тобой Ты не против, я надеюсь? Так Ну-ка, ну-ка, ну-ка Убьём сразу двух зайцев Ой, глюк какой-то Так, ну, окей Пока он просто идёт Да Машина проехала Я сразу вспомнила, что нам нужна будет машина Да И сразу слышится звук Сейчас, сейчас Это же явно откуда-то Из могилы Такой звучит Ой, и листочки опадают И солнце тут Сегодня, кстати, полнолуние у нас Это же чудесно Я люблю полнолуние Но только почему-то Ой, как грустно Прям листики тут перед нами падают Я не знаю, конечно Куда направился Эмиль А что у нас там находится А следует А, может быть, он ходит на кладбище Слушайте, а не начать ли нам С кладбища И найти могилу Этого Эмиля Так, ну пока у нас есть задание Это взломать компьютер Ой, да он весь в процессе Взламывает базу ФБР Кому-то там вирусники Насылает Ну, сто процентов Ну вот, мы сломали компьютер Эх, Тина Винтер Прежде чем обворовывать чужие компьютеры Надо сперва научиться защищать свой слабенький антивирус И банальный пароль Вот и все Вот и все преграды, которые встретились мне на пути Я спокойно забрал нужные файлы И еще оставил пару сюрпризов София Райус может мной гордиться Так, давайте Это так Ой, на маленькой паузе Что ты хочешь? Тайлер Вот тебе все надо смотреть и смотреть Так, давай мы сначала Напишем У нас есть ли нам в друзьях эта Тина? Надо же ее как-то Найти, выведать Кто она да что она такая А то у нас столько-столько дел Так, зачем новый компьютер изучать? Не надо Не надо это делать Так, обзор профилей Потом мы напишем нашей Тине Добродушной И узнаем Что и как Давай скорее Так, обзор профилей Это нам не надо Жозефина Мы с тобой уже знакомы Тина Так, где Тина? Стоп Я что, Тину потеряла? Или они просто не загрузились? Очень интересно Раджита Это та, которая Мужу там изменяет, да? Слушайте, давайте ей тоже напишем Как она хоть выглядит Ну давай, скорее О, неплохой вариант Давайте ей тоже отправим сообщение Но почему-то я Тину так и не нашла Еще раз повторно Обзор профилей Надо узнать, в чем-то с приколом И что это вообще за Тина такая Подозрительная Бобёха Так, слушайте, а может она... О, Эмиль Эмиль тоже хочет знакомств Может она сюда прибралась? О, Михаэль И этот типчик Странный, конечно, чувак Ладно, Михаэлю мы потом Напишем Узнаем Что это у нас Что это у нас за перец такой Так Кто у нас? Не поняла Где Тина? Куда Тина делась? Она походу поняла Что что-то не так И через нее могут выйти люди Но с другой стороны Ладно, если нам повезет Мы погуляем по домам Возможно мы найдем нашу Тинушку Подружку нашу Сейчас я предлагаю нам немножко посвятить времени Совсем чуть-чуть Да, он, кстати, тоже хочет поиграть с ней Немножко поиграем Потом вызовем няню И нужно будет направиться нам Прямиком в гости к нашей Софии Райес Давай Скорее У нее такой голос Как будто она Из мусорной бочки говорит Мусорного бочка просто О, зловещая полно луна Начинается с ее Мистическое завершение В ночном небе Ну что, реально Такое эхо у нее Прямо нет голоса Наверное, это Смейная Так, мне вот интересно Кто мамаша-то у нее Вообще нету мамаши Ладно, я надеюсь, она будет к нам прилетать Так Ты все, понятное дело Выпей быстрый упиток И просто постоянно переодеваешься Я знаю, потому что Ты все время вежливый И хочешь быть хорошим Хорошим Постоянно переодеваешься Нет, прости, дружище Так Предлагаю тебе сейчас вызвать няню, конечно же Няня это просто Спасительница наше Блин Нужно с ней договориться И чтобы она не растрезвонила Что у нас инопланетяне тут Ладно, если скажем Что у нас дочка просто Позеленела И все От страха Все у меня дети будут в полном порядке Ну дети, может быть А наша Ребекка Это же не ребенок Хотя, кто знает Вопрос, конечно, как ее воспитывать и все Ого, нифига себе У нас туалет-то грязный Слушай, ну ты свинья, Тайлер Я тебе предлагаю Почистить его Ибо ну ты вообще Хотя няня бы пришла И к нам почистила О, это похоже няня у нас, да? Ты странная няня? Ой, какая ты странная няня Какой ты шапченки Как ты выглядишь? Подожди О, боги Ты уверена, что ты няня? Мне кажется, ты какой-то Анимешник еще непонятный Ну ладно Отправляйся Я тебе полностью доверяю Нашу Ребекку Я надеюсь, что я тебе доверяю Пока мы тут, конечно Стараемся в поте Лица Чистим просто вовсю Это просто Версаль какой-то Да, у нас тут все такое Прямо Ой, светящиеся Прямо не могу В общем, Ребекке нашей Уже совсем плохо Я так понимаю Вот, правильно Направляйся Отрабатывай свои Чаевые А тем не менее Нам пора уже бежать К Софии Раес Кстати, предлагающая ночью Посетить кладбище Мне кажется, это будет здорово Давай, все Погнали О, погодите Это кто это у нас тут едет? Это Оскар? Это Оскар вроде Я узнаю его шапку Машину тоже вводит О, ну Такое тоже бывает Чтобы машину вводили О Ночная Аврора Скайз Выглядит мне тоже Довольно симпатично А может ночной Аврора Скайз В общем, не важно Главное Аврора Скайз Выглядит Симпатично Ночью это хорошо Так, вперед Тебе нужно сообщить Давай, давай По-моему, все люди гуляют ночью Но и ночью Самые происходят такие Интересные дела Слушайте, это красиво Памятник такой просто По центру Тут все Все очень цивильно Мне очень нравится Давайте мы сфоткаем Эту Красоту Просто Очень симпатичное Творение Так Ага София Ра еще Еще не может успокоиться Но моя работа Выполнена безупречно Гонорар получил С удовольствием Забуду об этой Киберавантюре 650 долларов заработали Ну ничего На мороженое хватит И нам, Ребекки Оу-оу-оу-оу-оу Дождик пошел Мне кажется Нам нужно Зонтик купить Или это град Слышит Так Правильно Иди домой Потому что без зонтика Это же вообще Полная жопа А еще Если град пойдет То Вообще Полный привет В общем Ой А это еще полиция Что Подождите Что здесь делает полиция Мы еще насквозь проехали Что здесь происходит А там что происходит Это какой-то Несанкционированный Митинг Ой Полиция Что-то она тут устраивает Так Подожди Стайлер Не надо О Стейн Так Го сюда Живо 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 Что ты тут вещаешь Ты говоришь Что ты устала Хочешь спать Я ничего не понимаю Что не надо Что он тут Что он тут устроил Что тебе Почему у нее светятся глаза И они все с зонтами Я им завидую Так К нам ходит лошадь И Какая-то Непонятная Это кто Еще один Офицер что ли Офицер С крыльями фени Очень странно Конечно Так Ты куда Ты домой У нас отправляешься Ага Значит Утром Мы конечно бы Прошли к ним Так А ты кто у нас Мангус Марка Так Ты тоже у нас полицейский Так Ну-ка 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 Мангус Вот Поговорим с Мангусом Раз он у нас А подождите Он точно полицейский Нет Он не полицейский Он какой-то Офицер А почему он черный Он негр что ли По-моему Он слишком черный Либо сейчас Очень темно Ой Нехорошо Нас может Забить совсем Нет Конечно Належащее представление Это очень хорошо Подожди А с кем ты С кем ты общаешься Какой-то Странный чувак Опять в шапке Мангус Мангус Подожди Я с тобой знакома Это не ты Случайно Он там взламывал Нет Вроде не он Дожди А кто это был Ребята Вы все в шапках Я просто не Я не могу вас Отличить Друг от друга У нас еще одна женщина Шапка Стена Реально Сейчас до смерти Забьет И наши Ребекиси Всем плохо Так Походу Пора домой Тайлер Ты того что Думаешь Я надеюсь Что там за митинг Был Я вообще Не понимаю Надо будет Потом посетить Утром Стейна И узнать Что там Происходило Вообще Либо Ну Непонятно Просто не знаю Что делать Ой Такое ощущение Что я в деревне Где-то Такие домики Миленькие И один из них Походу Наш Хорошо Я надеюсь Нянька еще У нас Дома Так Секунду Да Нянька у нас Дома Но она Нифига Ничего не делает Она не кормит Ребенка Она вообще Ничего не делает Мне кажется Ее пора увольнять Ты вообще Хоть что-нибудь Делаешь А Так Ну я надеюсь Ты хоть что-нибудь Что-нибудь Дай бутылочку Ну я надеюсь Ее уже кормят Иди пока Сгоняй в туалет Ну конечно Пожевать тебе Чем-то надо Перекус Все 75 долларов А что ты сделала Для этого Ну ладно Она хоть повеселела И на этом Спасибо Что ж Надо Похомячить Вафельки Опять вафельки Ладно Будем дохомячивать Вафельки У нас так Лимит Ограничен Блин Я не люблю Полнолуние Потому что Тут все такое Пересвеченное Тут просто Жесть А персонажи Кажутся Какими-то Мертвозелеными Что ли Я не понимаю Ладно 75 долларов За твои услуги Ну да Да И наши Ребекки Совсем Плох Так Папаша Поменяй Пеленки Ты же Любишь Свою Дочурку Она же Тебе Потом Помогать Будет Мы Сделаем Так Что Она Тебе Поможет Расследование Раскрывать И прочую Лабуду Делать Живей Слушайте Она сейчас Вообще Поднимет Всех К чертовой матери Соседей Наших Нет Походу Сварды Еще Гуляют Где-то Ну это Неважно Так Давай 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 Твори добро С ней Так Вроде Все Она теперь Довольна Ты можешь Даже с ней Поболтать И поиграть Немножко Я тебе Разрешу Так Давай А Ну ты Просто Сам устал Да Ну хорошо Я тебе Разрешаю Поспать Это Не обсуждается Ну что Спокойной Ночи Тайга Приятных Тебе Сновидений Наш Тайлер Уже Проснулся Добродушка Застеливаем Постельку Можно Немножко Покормить Нашу Ребеку И Отправляться К Свардам На задание Это конечно Запросто Вперед Покормить Поиграть Прижать К сердцу И так далее И пеленки Не забыть Поменять Делаем Делаем все В ускоренном Режиме Потому что В таком режиме Мы не слышим Ее плача Нет реально У нее голос Как из мусорного Бачка Ну серьезно Такое эхо Просто Капец Или это У всех Так Так Что за звуки Походу Нам положили Какое-то Письмо Или Или счета Так Еще непонятно Что это Приветствую Семейство Позабудька А Понятно Это и почта И счета И короче Все на свете Ну хорошо Дружище Если Нам что-нибудь Придет От какого-нибудь Неизвестного Какая-нибудь Анонимная посылка Или письмо Ты нам сразу Тут скажи Так Передай Мне интересует Просто куда Делась Тина Она как бы Старушка была Или оно Старушка была Может Оно умерло Нет Хотя я не знаю Не понимаю Может быть Нам потом повезет И мы встретим Кого-нибудь Семейства Винтеров Так Это тоже Конечно Выбрасываем Мусаришка Мусаришка Что с тем За подарок То Он Понятное дело Ага Игрушка Просто Братишка Нет Какой К черту Братишка Тебе Мы выбросили Все газетенки Сейчас Повторно Вызываем Что-то Оформлять Да ты достал Уже переодеваться Сколько можно Тайлер Пора Приступать К расследованию Ты не забыл Я надеюсь Переоденься Для повседневного Для приличия Закажи Услуги Няньки Пусть Приходит Та же самое Хотя Нет Пусть Другая Все равно Там Ничего не делала Надо Новенькую Прислать Няню Вызываем Чудесно И Блин А где все Стефан Истейн Тоже О Это еще Что за существо О господи Какое Милашество Может нам Тоже щеночка Завести Маленького Подождите Он чудес Смотрите Как он прыгает И язык Просто Он трясется Ладно Прости щеночек Походу Он просто Домой Отправляется Как его Мейнард Мейнард Ага Вот Нянька У нас Уже Пришла Куда же Мы Отправляемся Валквист Так Это у нас Кто такая Юри Эппл Ага А Точно Мы же Собирались Все Я поняла Куда нам Нужно Кто там Включил Музыку Какой Диод Включил Музыку И Ребекка У нас Плачет Ну и Так Не отвлекай Ее Вообще Никого Не отвлекай Отправляйся К Мавзолей Вперед Ты просто Обязан Это сделать Нужно Узнать Причину Смерти Нашего Эмиля Вот этого Я единственное Не понимаю Ну Умер от старости Это понятно Что это за Михаэль Такой Микаэль Который живет Непонятно Зачем В том доме И вообще На кладбище Нужно Нужно вообще Все посмотреть На кладбище Так Ооо Мама Мия Так Не надо посещать Мавзолей Мы просто Находимся На Неужели Это кладбище Господи Иисус А Нет Это уж Какой-то Крест Непонятно Крест Это плюс Так А вообще Есть тут Наши Джаспер Вольф Анна Ольсин Кто Анна Ольсин Арнард Винтер Это муж Походу Да Так Пока Никаких Я тут Зацепок Не увидела Скорее Всего Скорее Всего На кладбище Ходит Одисон Ходит Не Эмиль А Оскар Подожди Что ты делаешь Рассуждать О бренности Жизни Походу У тебя Просто Депрессняк Нет В любом Случае Хватит Рассуждать О этой Бренной Жизни Тебе Нужно Отправляться Скорее Посещать Дома Вообще Понять Что здесь Происходит Потому что Я лично Вообще Не догоняю Свардов У нас По-прежнему Нет Мы Должны Посетить Дом Жозефины Предлагаю Нам Позвонить Жозефине Или Хотя Нет Подождите Нам Нужно К Микаэлю Зачем Домой Дружище Остановись ОС Так Как ее зовут Жозефина ОС Так Стоп Она Вампир Ну Я так и думала Что тут Что-то Не так Ну Вот Не может Быть Здесь Все Так Просто Это Это же очевидно Если Она Вампир То Наверняка Она Как-то Неправильно Обратила Нашего Эмиля Она Пьет Кровь У кого-нибудь О Кстати Это походу Наш Эмиль Все возможно В этом мире Значит Если Она Вампир То это Понятное Дело Если Она хочет Стейна Забрать На свою Сторону То Это В принципе Тоже Понятно Но Почему Она Выбирает Людей В шапках Я Вот Этого Единственное Не понимаю Не может Быть Все Так Просто Не Может Быть Так В любом Случа Мне Надо Посетить Ее Дом Сначала Ее Дом Потом Дом Михаэля Микаэля Наших Как Раз Людишек Призраков Ну Что Ж Мы Нашли Ее Дом Предлагаю Обследовать Почему бы и нет Она как-то пыталась нам глазки строить Даже цветы пыталась подарить Но мы отказались Ага Это ее машина Полицейский автомобиль Что простите Полицейский автомобиль Стоп Подождите Подожди Родная Подожди Как у тебя может быть полицейский автомобиль Тогда Тот полицейский Который Вещал что-то Он тоже на нее работает Может это ее муж Или друг Пособник Что-то тут не так Она походу и полицию Она походу этим городом Что-то делает Что-то непонятно Иначе откуда здесь может быть полицейский автомобиль Если она работает врачом Что-то тут моя дорогая Не так Что-то вот Ну не может быть Все так просто Мне нужно обследовать дом И найти Может быть тут есть какие-то Людишки у нас непонятные Подожди Ты же не была вампиром Когда я с тобой встретилась Вы посмотрите Она смущается Походу у нее здесь есть что прятать Очень интересно Хвалить дом Правильно похвалить дом Пусть она задобрится Так Давайте смотреть В печи у нас ничего нету Здесь тоже нету Думаю в других местах Тоже нам разница Правильно Запудри ей мозги Запудрой Дружище Оуу Стоп Кто это? Эдвинос Это муж? Кто это? Не беспокойся Это сын Муж Кто это? Нет Мне кажется это сын Сын ее? Что простите? Что-то тут не так Две кровати Два сына Нет Это конечно Классная логика Но мне кажется Если у меня есть сын Значит 100 пудов Есть муж и любовник Это же очевидно Что-то тут Не так А возможно Вот этот дружище Тоже как-то Все равно я не понимаю Что здесь происходит Так Ага Все равно У них есть второй сын Очкарик Слушайте он умный походу Либо у него просто слепое зрение Дружище Дружище Раскрой мне свои тайны Расскажи мне что-нибудь А Дружище Слушайте А ну что он отец? Дождите Кто выше? Нет Подождите Это два сына По-любому Так А муж где? Тут просто полицейская машина Очень странно Ну давайте Мы с ним поговорим Ну просто поговорим Обсудим дела Чтобы мать его не заподозрила Вперед Они очень странные Эта семейка очень странная Что-то вот тут вот не так Аху не так То ли он не держит голод в страхе То ли тот полицейский собирает Как вам сказать Закуска для нее в виде Людишек несчастных Либо что-то вот тут вот все равно не то Так Дружелюбный Давай поговорим с ним Ну может вот Ну нет Подожди Надо как-то что-то у нее выяснить Так Рассказать историю Рассказать, друзья, о своей крутости Давайте спросим Макарелли Чтобы убедимся, что она действительно не полицейская И что либо ее муж, либо ее приятель Работает на нее Давай Вперед Детокти Я верю в тебя, Тайлер Так, и Кто ты? Она фоноскопист Работает в сфере охраны порядка Так, подождите Значит, это ее машина А если это ее машина То Я нифига ничего не понимаю Почему она ходит как врач? А может быть, это врач ее подпольная? Она съела какое-то дерьмо с пола Боги, она сумасшедшая И он знает, что она обвиняет его в вампиризме Так, 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 так Так, слушайте Серьезная вещь у нас Тайлер Варьев Признание? Признание! От кого? Что такое? Она вампир Она признается, что она вампир А я еще голодная Так, зачем она это сделала? В любом случае, мне кажется Мне пора отсюда валить Что-то тут не так Надо обмозговать все это Дело? Надо обмозговать это все дело И направиться домой Хорошенько подумать, что здесь происходит И, во-первых, найти Тину Потому что она куда-то делась Я не знаю просто, где она Это потому что очень-очень странно Ладно, Тайлер Я надеюсь Дома все будет хорошо У нас постоянно во Вроре-искассе Идут дожди Ну это же просто не честно На кладбище у нас все равно ничего нет Это очень-очень-очень-очень-очень-очень странно Подозрительно Ох Устали мы, конечно, пипец просто Нужно передохнуть Покорни там Ребеку Да и с собой займись наконец-то Мы сегодня очень много узнали Жозефина вампир Тина куда-то делась Правда, это надо еще выяснить В общем, это просто жуть какая-то у нас происходит И самое странное, я просто не понимаю Что, зачем, вообще кому это нужно И какие-то полицейские очень-очень странные Но одно я знаю точно Что сейчас очень красивая погода И вы посмотрите, как меняется вода в океане Или на море, кто знает Вы посмотрите, это же просто великолепно Солнышко садится Надо это конечно зафоткать И на этой позитивной нотке Я заканчиваю наш сегодняшний летсплей Если вам понравилось видео То ставьте пальцы вверх И подписывайтесь на канал Если не хотите пропустить Следующий выпуск Который выйдет через день Всем спасибо за просмотр И пока